здравствуйте друзья я очень волнуюсь сегодня будет тема настолько необычная что вы даже представить себя не можете а кто в этом виноват об этом виноват вот эта милая женщина молодая вот я ее письмо это письмо меня заставило заняться этой темой казалось бы совершенно безобидное письмо давайте его прочитаем и поймете что вы стоите на пороге так называемой одного из открытий мироздания которое известно но не понято не принято нашим обществом это очень важно итак читаем кстати зовут я мирослава живет он в петербурге высшее образование даже какой-то степени коллега вот биолог и в отличие от некоторых других биологов между нами не возникло никаких никаких этих недопонимания сейчас я проверю идет ли запись запись идет читаем валерий константинович добрый день получила вашу посылку счастье вы не от предела хожу в обнимку с книгой и сияю как рождественская елка коллеги косятся с подозрением работа стоит ни о чем больше думать не могу мне кто-то считает что моя книга чуть ли не заряжена чем-то вот интересно да не зарядка заражена ну ладно не буду расшифровать вы наверно решите что если к того ну понимаете поверьте я не нормальная я не сумасшедшая фанатка я не кухарка которая нахваталась повержившая информация в интернете и теперь куда к чербе по поводу и без я просто всю жизнь живу как не в своем мире вижу со стороны все ужасы нашего социума вот этих чертей которые не боятся ничего и в которых нет ничего святого и удивляюсь почему бог не закрыл мне глаза какими я глубоко верующий человек и не в церковь не в любви бога я всегда искренне по-настоящему счастлива когда бог дает нового человека в жизни пусть и далеко который тоже открыт осознанно верит и верует и видит суть вещей суть вещи они спит и существует как зомби как 99 процентов людей на земле а когда вот такой человек как вы который восхищает своими достижениями это просто сводит с ума я даже не понимаете заслужил такое знакомство вы заслужили такое знакомство потому что таких друзей как у меня не так уж и много всего несколько тысяч из миллиона осознанных людей становится все больше мне 35 лет и среди моих сверстников и ребят помоложе умы открываются вера просыпается задуматься начинает так что надежда на светлое будущее не просто есть а сто процентов мир изменится в лучшую сторону но сейчас период через стернии пока к звездам дойдем сейчас тяжелое время и будет видимо еще тяжелее но потом бог нас даст новый светлый мир если не верить то зачем жить тогда должна обязательно наука соединиться с божественным и тогда истина для всех откроется и ваши достижения и открытия не пропадут люди узнают услышат будут применять ведь это не просто так бог на бог спасал эту тему я вычленяю если бог меня послал если отнестись к этому серьезно пусть это кажется даже самонадеянным ну допустим тогда я должен этому соответствовать сейчас тема будет необыкновенная вот это семейный архив видите вот это моя жизнь с детьми вот меня есть прозвище солнечный дед потому что вольно-невольно всегда не прошел мимо ни одного случая когда я мог помочь детям и такие детей уже десятки отсюда прозвище солнечный дед вот отнеситесь к тому что если будем договорить доверие мы будем говорить о мироздании о будущем нашей страны о том успеем ли мы ее спасти вот и как все это зависит от боюсь прости это слово сейчас половину выключить сразу компьютер пока не буду говорить от чего но то что я скажу это будет для если хотя бы 5000 посмотрим для 4 1990 это будет откровением продолжаю вот это мой мир прошу прощения дальше я сейчас кино снимаю говори быстрей еще не знаю надеюсь ладно так продолжаем извините но что делать это как раз звонок от 1 от этой самой очаровательной девушки которые которые сейчас каждый день заготовляет по 20 вёдер абрикоса и еще и чистят моет и заготовка идет на всей россии я подчеркиваю для науки правда много этого не знает и боюсь не узнает но работа кипит вот все зарабатывают деньги даже дети отдельно я их трачу вот видите я вам пожаловался и вот смотрите на это чудо язык показывает моя внучка малярия сейчас поймете о чем речь пойдет это все мои помощники вот эти девчата вчера заработали где-то до 800 рублей за 2 часа и обижается что мало плачу так я не выбираю фотографии все подряд все подряд все подряд все подряд вот мои внуки посмотрели а теперь скажите имею право давать нудные советы чуть ли не проповеди проводить имею нет по возрасту я еще держусь венесеева до 68 градусов приходится расстраховаться вот сейчас после этих фотографий все хватит а то там пойдут другие темы я хочу перенести с вами в особый мир смотрите я сейчас не буду открывать у меня есть фильм есть статья статья называется наши предки гермафродиты примерно так называется и так когда то вопрос что был раньше колеса и лицо я решил так что наши предки гермафродиты потом благодаря разделению труда тогда произошло генетический раздел на мужчин и женщин и к сожалению этот процесс заметьте я сказал слово к сожалению полностью этот процесс не завершился так вот сейчас найти бы подходящую фотографию отсюда много промежуточных чуть ли не сказал видов знаете что такое что такое ЛГБТ ЛГБТ да знаете так где же у него фотография то найти подходящую вот вот такой объект ты можешь обидится сейчас 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 такую ну может быть вот такую вот вот такой путь будет и так что получается когда-то а причем это стопроцентная истина есть такие вещи которые надо подтверждать какими-то такими доказательствами доказательства такое кладем мою голову на плаху за мной заносится топор так и я продолжаю говорить если я прав значит я прав если нет отрубайте голову вы произошли от гермопродита это сказывается на всем образе нашей жизни у нас в мужчинах много женских гормонов причем слово много понятие растяжимое у одних больше у других меньше у женщин много мужских гормонов разделение на мужские и женские гормоны оно условное вот и вот получилось так что имели право рассуждать на эту тему давайте так 18 век 19 век тяжелая физическая работа мужчина формировался как мужчина дети с детства даже в наше советское время мое детство игра в казаки разбойники это обязательно куча детских игр на улице много в них участвовали десятки людей прятки это самое простое догоняшки там пятнашки это самое простое были посложнее вплоть до лапты все это формировало мальчиков вот мое формирование мое шло еще более жесткое значит видимо все таки что-то от бога мне досталось какое-то особое посмотрите маленький ребенок это все к делу мои воспоминания босоногое детство если бы меня десятки раз не кусали подошву мягкую это самое изученное место пчелы я бы не прыгал на одной ноге косись от боли вот я бы это не запомнил и так босоногое детство вот купались в пруду даже когда в лединки плавали не могли по другому вот бесконечные походы в лес жизнь на улице вот голодные морковку с огорода обтер об эту об штанину морковку и съел уже это самое нормально вот родители не щадили вот тебе тяпка потому что всем доставалась работа особенно с картошкой вот так постепенно формировалась личность потом бесконечные книги с 8 лет подсел на книги болел вот начали книги приносить а там все про партизан про партизан все время мучил а выдержу ли я допрос когда мне немцы пытать будут а они иголки они все я тогда взял себе пробил ладонь ножницами чтобы доказать себе что я выдержу допрос и это было моей жизни вот я помаленьку рос потом на риск потом плавание на льдинах вот первый сейчас говорю поймете как формировался знаете кто моя половая система от которой зависела вся моя жизнь половая мы будем говорить об этом потом я еще открытие еще не сделал но уже близок к этому я значит плавал на льдинах и когда-то переплыл у нас есть большое давно озеро долгое было сейчас есть на риске первый раз не умея плавать переплыл с бревнышком как не закоченел сейчас не пойму а потом полчаса лежал приходил в себя трясло а потом на этом же бревнышке переплыл обратно через следующий год я уже плавал без бревнышка рискуя не доплыть и все-таки преодолевал себя потом было еще разливы очень безобидных речушек а потом когда вдруг половодие садишься в лодку вот все отказывались друзья садиться я один садился в лодку отплывал и в самых страшных местах где я швыряла эту самую резиновую лодку я просто закрывал глаза чтобы не умереть от страха и это было самое главное и интересное было что с раннего детства я подхожу ближе с раннего же детства вот мне интуитивно я избегал спать в трусах вот когда подрос я интуитивно избегал ходить в трусах и в штанах то есть только штаны под ними ничего вот уже молодой человек откуда я узнал я сейчас не знаю ведь где-то же был умный человек где-то написал или сказал что температура яичек у мальчика должна быть на 2-3 градуса ниже температуры тела и тогда организм будет нормально развиваться а дальше пошло осознанно никогда больше трусов не носил и вот я взрослый человек я постоянно это это я себя нормально постоянно охота извини за уважение когда периоды были когда я не совсем был связан узами брака вот это ну сами понимаете это такое повышенное повышенное интерес к женщинам мягко говоря повышенное очень высокое и вот постепенно так формировался имеет ли это отношение к моим мозгам да значит когда я маленечко начал на эту тему интересоваться вот значит оказалось да есть мужественные женщины есть женственные мужчины спектр очень широкий вот я отношусь к крайности то есть более к настоящим мужчинам по крайней мере сейчас скажу одну вещь одну вещь чтобы подчеркнуть что я не болтун значит был период несколько лет свободной жизни и однажды у меня и вот постепенно-постепенно я пытался понять есть ли связь между развитием половых органов которые у меня действительно между нас и много болтались на х назывались но по крайней мере они действительно соответствовали почти все время предназначению человека как животного как самца понимаете вот если если годы годы ничего не ослабевало мозги оставались достаточно ясными я все это связываю с количеством мужских гормонов в организме все время терпеть боль я научился меня резали без наркоза перестроечные годы в больнице в это в Новокузнецке не было ничего рассказать эти ужасы когда мне чуть на тот свет не отправили вот не буду зачем все знаете вы еще многие знают пусть это меня потом значит получилось так что я смотрел как изменяется мир вокруг меня вот последняя капля была вот последняя капля Мирослава вот взял ее письмо почитал и на меня нашло вот то что вы сейчас это предпоследие когда пару дней назад молодая красивейшая девушка ей 30 лет красивейшая вот значит я говорю ну что ты с этим дальше несколько матерных слов связалась вот может найдешь себя нормального парня еще раз говорю красивейшая а она отвечает в Саидоргорьске больше ни одного мужика нет я думаю как же так смотрите откуда они должны взяться количество ум и рассуждая вслух ум и физическая сила она физическая сила нужна помните везде постоянно показывают по телевизору бьют пинают избивают убивают женщин и мужики проходят десятки мимо а это уже не мужики значит что получается подхожу еще ближе к истине вот уже наверное два поколения выросли памперсов подгузников в тесных трусах вот много времени сидячая лежачая даже телефоны которые это в Китае умудряются запрещать у нас нет в Китае играют целыми днями на улице у нас нет в Китае весь Китай занимается физическим упражнением у нас нет нас 10 раз меньше прощай это еще немного и все и конец нас завоевывать не придется в общем подходим к страшным временам иногда я уже говорю так в отчаянии учите китайский может выживите когда они придут в наши города даже стрелять не придется вот и все зависело и сейчас зависит от того что во всем мире цивилизованном мире подчеркиваю а этот мир рухнет сто процентов вот там то же самое там когда один убивает подростков в количестве семьдесят примерно человек остановить его некому когда любой это накурившийся маньяк с ножом кидается и режет всех подряд ни одного мужика рядом нет чтобы этот нож выбить из рук или хотя бы взять палку потому что палка длиннее ножа нету этого нету нету вот выросло два поколения вот откровение нашей русской которая в лондоне говорит а в британии женщины говорит страшненькие красивых нету вообще мужики красавцы но сплошь геи это не шутки это все серьезно чем больше женских гормонов в мужском организме тем он симпатичнее а мы наши дамы кидаются на таких а потом всю жизнь слезы льют за них работает за них это самое или в одиночестве детей потом выращивают да еще какие дети потому что дети должны рожаться от настоящих мужчин от самцов сейчас какое-то принято понятие альфа-самец я не знаю что такое альфа-самец но наверное это что-то крутое вот что дальше если не отказаться сейчас от памперсов ну есть же стиральные машины есть пеленки вонючие очень быстро легко отстирываются большинство людей имеют современные машинки стиральные отказаться от всего что это новый образ жизни вот чтобы дети ходили если в штанах то без трусов а еще лучше в теплую погоду просто в трусах в шортах но не бояться это и обязательно под шортами будут плавки или трусы вспоминаем а садик детский сколько это а воевать с воспитателями бесполезно не их уровень мальчики должны пришли это самое разделе их родители переодели всю жизнь я переодевал детей вот ну кто мне бы позволил взять чтобы это самое чтобы я снял с ребенка трусы одел на него шорты и сказал иди обязательно двойное и вот так это вырождаемся это слово применяем вырождаемся 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 теряем боль теряем это способности к изобретательству умных все меньше вот она взяла вот мирослава что она написала один процент маловато выделись капитально выродились и вот я подхожу к тому что нам может помочь я никогда не говорил о политике вспомните три тысячи моих фильмов вспомните сотни моих статьи я никогда не говорил обходил это хотя бы потому что это сам же как Шагерезада прекратила дозволенные речи если запретят вот но нам сейчас нужно чтобы где-то однажды на экране лучше бы повторили все телеканалы федеральные потом все места чтобы президент Академии ну президент Академии ну или пример министр или это настолько или министр науки и высшего образования чтобы кто-то большой трибуны сказал все хватит гнием разлагаемся деградируем всем обществом пропадем мы пропадем понимаете рядом китай 10 раз больше и у всех это самое генитарии там где в таком состоянии как оно должно быть то есть температура еще россиянчик на 2 градуса меньше чем попробуйте это обеспечить ну хотя бы частично ну хотя бы больше двигаться детям гнать на улицу отбирать эти самые ну и пока не будет свыше такого типа приказа просьбы предложения родители опомнитесь теряем нацию теряем запад он рухнет так рухнет что на нас аукнется и мы вместе с ними потому что мы догнали подгузиком по этим самым по образу жизни по этим смартфонам вот нету больше мужчин и не будет слабый становится геем сильный мужчина геем может от рождения сильный геем не станет он станет слабым туповатым виловатым безинициативным нужно сверху сверху кто мне даст вот этот фильм выставить где-нибудь никто никогда разволновался господи 72 года успеть сказать у меня же там будет вебинар сегодня 11 августа а он будет 15 да 15 вот я там буду опять показывать рассказывать меня там будут называть эти самые письма идут гигантом мысль гения меня будут называть сильным духом как угодно причем этот образ создался но этот образ создавался потому что у меня вы поверите в это нет я вроде нормальный мужик но откуда у меня это была интуиция к нижнему белью вы скажете ведь всегда было так без нижнего белья многие там какие-то выделения могут по это самое там как-то где-то ну не было раньше возможности стирать как сейчас это не каждый день берем мальчика воспитываем ну год два три четыре приучили его по малой нужде не просто ходить а подмыться после этого по крайней мере протереть головку и уже тогда не нужно вот чтобы было специальное белье которое мы называем исподнее исподнее но все всегда было холодно но сейчас жара под 40 разве можно ходить в трусах и в этих я сколько не специально смотрел прежде чем этот фильм создать и что я вижу все в штанахи в трусах штанахи в трусах нельзя нельзя в жару так деградирует точнее сказать не развивается половые органы значит не развивается ум мало гормонов мужских а взамен не женские гормоны взамен получается не женщина женщины свои достоинства их способность рожать вызывает восхищение удивление вызывает необыкновенное уважение к женщинам господи какой счастье что я мужиком родился вот не дай бог бы женщины пережить и раздавать схватки там во мне эгоизм говорит не дай бог это самое вот первые годы вонючие пеленки бесконечно бессонные ночи нам мы должны ответить им чем заботой уважением мы должны одевать их как игрушку дом полная чаша все должно быть но эти дети которые в памперсах они никогда на это не будут способны никогда и все больше 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 слабо слабо они дадут еще более слабое потомство нельзя от них рожать девчата клевать на симпатичную рожь это еще не дай бог подмалеванная фу как не закончить эту речь я обращаюсь к президенту россии я не называю фамилию вот возможно я уже 10-15 лет назад про это говорил уже давно это ведь фильм и статья гермафродита она выпьет вот нас заложено двойственное чувство в каждом из нас живет мужчина и женщина но мужчине нельзя чтобы женщина преобладала потому что он не станет женщиной он станет слабым мужчинами или геем и к этому и идет вы посмотрите на эти топы обкуренных которые на этих самых на шоу присутствуют тысячи тысячи десятки тысяч вообще миллионы вот чуть не сказал долба этих понимаете как сделать чтобы кто-то из наших порвался к власти как сделать чтобы однажды там у президента появился советник президент не может все знать и то про гермафродизм тоже может не знать эта тема или незнакома или замалчивается вот это мне не понятно а зачем замалчивать ждать пока пропадем все всей страной ладно ребята буду заканчивать наговорил я вам вот еще раз спасайте своих детей внуков спасайте спасайте это очень сложно потому что это кажется не имеет значения кто-то я своих близких не могу убедить до конца высказался ничего плохого я не сказал это моя тревога за страну кто бы мне дал трибуну полчаса трибуну полчаса я бы все это самое повторил чтобы услышали и когда услышит чтобы вот таких вот сейчас это самое это самое сейчас ребята вот чтоб таких было миллионы а не единицы что здесь про 99 процентов это значит что она 100 сотая к сожалению сотая всего лишь сотая вот это можно легко образумить это можно сделать специальную программу в школах ведь если в школах это были такие признаки были как сказать такие попытки были вести сексуальное в школу вести сексуальное воспитание вплоть до откровенных фотографий половых актов мол ничего дети все равно узнают а все равно пусть хотя бы в ранки вставим да не это надо а просто сказать что существует мужская сперма вот что она должна быть здоровая что бог создал чека это невозможно было за это знаете что такое генной инженерии невозможно сделать природа не могла за какие-то считанные миллионы лет а то и даже сотни тысяч лет сделать так чтобы у человека сперматоза была сотни миллионов и только один достигнет финиша какой самый-самый-самый а потом вот не зачатие не происходит вот зачатие 100 миллионов сперматозоидов и ни одного здорового что надо идти по врачам вот до чего дошло а геи берут власть в стране то что а у них свои по ним свои нравственные ценности я сейчас не нравственные ценности это извините трахайтесь кто хочет и с кем хочет но нам надо сохранить здоровый стол сильных мужчин и еще может быть на два фильма разбить долго говорю и еще до конца уже геи геям рознь есть геи природные я их уважаю он родился геем так вот и живет геем и будет геем всю жизнь и это нормальное состояние еще гермафродизм породил людей и разбил их на такие составляющие но есть геи искусственные мы их создаем всем обществом всем обществом создаем понимаете вот сейчас подгузниками паперсами мы создаем геев это проклятие для страны это горе женщин которые пойдут это самое чтобы зачать от соседа от какого-нибудь присмотренного человека вот хорошо бы это ну понятно и вот значит эти искусственные геи это проклятие страны еще раз говорю проклятие пожалуйста я вас буквально умоляю не создавайте их ведь это проклятие вашей семьи это горе вашей семьи вам внуков воспитывать вот так нахлебайтесь они же больные будут сплошь они будут сплошь больные вот на этом искусственный геев надо сейчас не плодить не производить все друзья заканчиваем вроде бы все сказал говорил от души я бы не стал бы это Мирослава зачем было бы вам написать что вам Бог послал это какая ответственность а вдруг все что я сказал это сказки вдруг в один день вдруг появились мужчина и женщина нет ребята фара мужчина даже по библии фара был только один человек вот ну а дальше кто как хочет интерпретировать моя интерпретация такая гермафродитизм породил великое разнообразие людей чуть не сказал видов вот но большинство из нас мужчины а сейчас мы теряем мужчин теряем теряем срочно женщины милые расскажите соседям расскажите потому что вы ближе к детям чем мы мужики наше дело идти там в шахту или еще куда-нибудь за токарный станок снимайте с них трусы если есть штаны или шорты вот вот научите их простейшие гигиени простейшие так чтобы не было необходимости носить исподние всем рассказывайте где когда ну это же понятно тема ну как деликатная ну никто же не запрещает нам это говорить я когда-то недавно фильм создавал примерно на эту тему и там была фотография я вставил взял с интернета там стоит три школьницы у школьной доски стоят спиной к нам и задрали юбки ну а там не голые задницы а эти же трусы ну выглядело это как называется выглядело это довольно откровенно я по ним то и проходился вот по этим да я не о этом не о нравственности говорил я говорю мне нравится смотреть на эти красивые задницы я мужик вот я не об этом говорил это была возможность эту тему поднять вот что можно что нельзя так вот в ютубе этот фильм есть и сейчас а яндекс прислал это перекрыл кислород порнография вот одеты полностью все ну юбки приподняли мол любите с нашими задницами но мне надо было именно такую фотографию на ней было основано это все вот ну видите чем кончилось яндекс забраковал вот ну давайте что нам можно распространять словами с соседями за бутылкой или как там это пожалуйста спасите вначале своих детей внуков потом чужих вот пусть хотя бы ну как этого не знать почему болтается между ног почему самое сокровенное для размножения орган наружи открытый удар мы говорим сколько людей убито случайно не случайно вот убито погибло их не сотни не тысячи миллионы организм полностью раскрыт полностью у женщины все спрятано внутри женщины что имеет она имеет жировой пояс пояс жировой обязательно не отказывайтесь от него напрочь потому что жировой пояс это теплозащита плода раз и защита плода от травм два вот для чего он нужен а смотреть на этих худосочных самых с такими как у них такая тоска когда они идут по подиуму это ужас это несчастная эти соседцева вот и нам создают такой образ как говорит пословица половина мужчин любит полных а вторая половина это тщательно скрывает и вот я не беру толстушек я беру нормальных женщин которые это ну назовем среди арифметическое вот я еще расскажу ребята пожалуйста не делайте так чтобы от вас услышали еще кто-то у нас нет другого пути не выйдет на трибуны ни президент академии наук ни министр образования и выше этого науки который все это должен знать они памперсники я вам открываю вот те которые помоложе я уж не называю фамилии вы уже сами догадались вот они памперсники вот а им уже никогда не создать революцию они не могут если взять министр просвещения он никогда уже не переделает эти самые подлые эгэшные эти самые приемы я когда-то насмехался над ними да да нет 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 да жизнь она не бывает простой жизнь она намного сложнее вот как тот сказал ёж жизнь сложна воскликнул ёж слезая с сапожной щетки чтобы они понимали паперсники все на этом заканчиваю может быть сделать два фильма с продолжением извините за долгий разговор до свидания друзья